здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомита на сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков атлеста game сегодня у нас на обзоре советский акционный танк 7 левела да да советский т-34 м который можно получить в ивенте посвященный там дню великой победы до с обновлением в игре 126 вот вот такой вот красивый танк запотел я на нем ну давайте все и по порядку прежде чем продолжим обзор конечно же прожми лайк под видео и подпишись на канал если ты до сих пор это не сделал но мы с вами начинаем ну и давайте по порядку а как я его получил данный ивент наверно правильно назвать там неким марафоном да вы с командой союзников будете драться против ботов и будет идти прогрессия вот путь к победе вот такая вот прогрессия 10 этапов на восьмом этапе этот танк вы получаете уже полноценно в ангар без каких-либо доплат но тут на каждом этапе есть у нас а скидка 25 процентов 50 75 я все-таки запотел прошел 8 этапов и вот танчик забрал буду ли я дальше потеть с 3150 очков до 5050 не знаю тут есть ценная конечно награда боны наверное все таки я доделаю этот марафон вот ну давайте дальше все таки рассматривать танк долгожданный танк которые теперь в ангаре насколько он хорош или плохо и начнем конечно же с бронирования итак господа коллижен модель нашего т-34 м54 сразу хочу сказать выглядит корпус здесь явно не от и три четверки хоть сильно видоизмененный хотя по передней лобовой детали похоже на 34 башни у нас а 54 от восьмерки нас есть фест прототип можно сказать да вот башни у них схожи ну и давайте смотреть броню нлд у нас маленькая узенькая здесь у нас 94 как для семерки конечно это картон суда пробивается танк легко а вот vld 106 124 виху 124 ну по сути такой анти ст на обычных снарядах это под какие-то так вот приподнять корпус там что-то определенной брони что было побольше но в целом все она броня в корпусе достаточно слабая да и т-34 м54 это не про корпус перо чатя все равно про башню маску у нас 203 как для семерки вот это уже круто 221 расходится 215 маска занимает где-то новин правильнее говорить треть ну ближе может четверти башни плоскости а щеки 201 201 250 240 вот эти по 300 нифига себе эти рикошетные под маска орудий 245 есть еще у нас такая планочка между vld и ну подбашенная какая-то планочка здесь 150 то есть по сути чуть крепче чем vld есть люк сотку да он расположен в задней части башни но все равно брони там мало в целом целом башня защищена очень неплохо и надо учитывать тот факт что здесь равно на этом танке есть какие-никакие минимально комфортно ввн минус 7 градусов поэтому на рельефных картах играть от башни либо в городе вполне себе очень даже эта машина сможет боковое бронирование у нас 45 45 вверху 54 55 танковать от борта машина главное не перекручивать вполне себе для своего уровня сможет понятно там против восьмерок тоже сможет главное не перекручивать хотя вот все равно но не рикошет системы пишет да главное не перекручивать вот от борта играть может эта тачка вот такое бронирование касаемо пушки стоит здесь у нас 85 миллиметров к сальфой 180 171 пробития на основном 210 на голде 44 на фугасе заряжается пушка чуть меньше 7 секунд дпм 1600 точность такая стешная по сути прям советская 037 время сведения в принципе комфортно две целых две десятых секунды касаемо полевой модернизации во втором блоке качаем легкосплавные узлы крепления четвертом плавающие прицелы в пятом блоке антибликовую маскировку фар по оборудованию чтобы проверить данную тачку поставил на нее стандартный комплект для ст 6 7 8 уровня это турбина это просветленная оптика и до солдодан с просветленка ребятем ребята будет получать еще ассист по засвету это важно по снарядам основной нас бронебойный летит 900 метров в секунду в принципе более-менее голда здесь подкалибер на летит 1125 вот это уже хорошо фугас у нас летят так же как и бронебойные снаряд пост на решение ремка аптечка автоматический огнетушитель я пихнул до паек у нас пять членов экипажа есть радисты экипажа перки наблюдайте перед собой в таблице теперь по плюсам минусам машин что касаемо огневой мощи у нас принципе быстрые снаряды это хорошо у нас неплохое более-менее нормальное пробитие альфа в принципе соответствует левел учету даже говорить у нас есть минимально комфортные углы склонения орудий минус 7 точность 035 ну меня вот штраф то что экипаж не переобучен весь на сто процент на эту тачку так был бы 032 что принципе сносно вот время сведения 209 а могло быть один там 90 сколько там 1 98 менее чуть менее двух секунд принципе по пушке особо вопросов нет касаемо живучести 1250 как для ст-шки седьмого левела это даже жир это больше чем обычно на седьмых валах средних танков по мобильности у нас цифра все отлично до 60 вперед 23 назад 16 там с небольшим лошадей на тонну дельную мощность но я на этой тачке уже покатал и хочу сказать чтобы достичь максималка у нас ведь турбина я поставил оборудование да вот даже с турбины 660 километров час вы будете набирать на расстоянии где-то 400 450 метров вот чтобы разогнаться вот так то есть как-то вот он набирает максималку достаточно медленно это скорее всего связано с масс танк с его бронирование вот по незаметности она у нас есть перк незаметно от нее всего экипажа прокачив 28 на 32 на максималку вы можете рассчитывать вот и на просветленки по оборудованию нас обзор 471 метр и как для ст-шки а 7 левела это вполне себе даже неплохо предлагаю же отправляться в бой давайте посмотрим как это чудо и играется против обычных танков так господа обзор боем нас т-34 80 т-34 м54 до заявил все 85 меня все тянет так старый наш т-34 кипре мне это за ивент обновление 126 и сейчас мы прокатимся на этой тачке сразу скажу уже катался максималка своих 60 тачка не набирает из набирает на метр через 450 короче подвижность такая полу тяжелого там в кавычках ну набирает вася там случае медленно все погнали наше любимое место так надо суммы нам сделать как минимум две с половиной ты же постараться мт-25 наш исполняет он там сейчас дохнет быстро это зря он так это он так зря мне самую сиську надо попасть пробить то т-29 и муля пока вообще мимо все летит вот такая точность о попали т-29 башку пробили о еще раз попали ребят ну привод везет просто везет а еще раз три раза папа ребят точность у танка есть получается 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 есть у а это мне нет это не мне слава богу я так научу без сведения то там скорпион летит чип и дел спешит на помощь ребят раз будут бить наш о скорпиона пробили ребят но это не удивительно вот не пробили т-29 имба ничего не сделаешь увидели мне пушку сломали о какой-то снаряд полетел я пушку починил а снаряд плату летел непонятно чигиря у а мы проигрываем у нас у зелен порвали так ребят теперь только эта история про настрел все вообще пофиг на все и теперь на защищаться ехать за трупом спрятался хитрый сайт что происходит вот мы его подбили мы его убили а это еще тащится ребят на удивление у всех убили да получается ладно пока наш тут дефят переместимся назад о господи уж те отбили наступление не пробили пробили гляд нас выцеливают хотят убить до т-29 это имба реально опять пробили все чем мы делаем мы просто унижаем убили убили на т-29 убивать срочно ехать за все ребят победили получается имба ребят 2 200 всем марафон короче потеть марафон 12 10 мы чуть не проиграли но и сразу уже чуть ли не выиграли вот так бывает так так над за ртой ехать срочно очень срочно с нами мши м2 атакуют лтшки все добили ребят начинаем побеждать едем искать эту дрянь на вк надо его убить нам как больно стукнет как убьет нас ребят ну подвижность принципе снос нахуй ты набирает максималку туговато все мы уже до него не доедем он сейчас умрет а я думал постреляем а у него там 2 хп было ладно план в 2 500 не выполнили ребят 2 170 но все равно мы молодцы до всех побили всех убили стоит ли потеть в неким неком марафоне этом да там есть этапов 8 прошу прощения чтобы танк получить бесплатно для коллекции можно получить можно на нем даже что-то делать все таки на седьмом левеле башня стоит от 8 это круто это круто да это круто но заряжается у мне кажется немножко для такой альфы долго хотя я могу ошибаться 2 место урону три фрага пацаны всем качать имба шучу значит мое серьезное мнение значит по пятибалльный шкале данная тачка заслужит наверно правильнее сказать 4 с минусом либо три с плюсом на четверку на твердую все равно не тянет это первое второе это танк коллекцию нужно получать только если вы потеете в марафоне и прям забираете его абсолютно без доплаты голдой да вот бесплат 8 этапов выполняете все можно за голду покупать и танк все равно не советую можно что-то другое интересно купить если у вас мало прям танков то наверно все таки можно что-то другое рассмотреть вот как то так пацаны кто уже танк получил пишет свои комментарии как вам зашел не зашел нравится не нравится терпи моя красавица по оборудованию дефолтный комплект этой машине вполне подходит вот так что ребят если бесплатно да если за деньги то нет вот вот такой резюме подписывайтесь на канал прожимайте лайки а я говорю до скорых встреч пока поддержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре и